Друзья, привет! Мне тут прилетел вопрос от одной из моих учениц. А если вы врите выражение, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. И, конечно же, оно есть, причем оно переводится дословно, а именно Al tithe le mahar et ma shenitan la sot aym. Дословно. Al tithe. И это классный глагол. Lithot — это откладывать, но вообще это как бы отсрочить, перенести на более дальний срок. Этот глагол также используется в говорите, когда мы хотим сказать отклонить или даже отвергнуть. Например, вы подали какую-то просьбу и ее отклонили. Подать просьбу – лягиш, бакаша. Отклонить просьбу – литхот, бакаша. Что-то вроде глагола лесарейв, отказать, но это именно отклонить. Поэтому от глагольное существительное слово дыхия переводится как либо отсрочивание, то есть перенос на более дальний срок, либо отклонение, как отказ. А также здесь мы обязательно используем предлог et. Почему? Потому что у нас идет связка то, что дано. Со временем появилась в иврите уже в таком сленге в шуточной манере следующая фраза. То есть не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Ну и говоря уже про завтра, на иврите тоже в сленге есть такое выражение «махарках». То есть это как бы махарат плюс слово «ахарках». То есть, ну, когда-нибудь там завтра. Если уже такую фразу услышали, то знайте, что это точно не завтра, ну и вообще неизвестно когда. Друзья, на этом все. Если это было интересно, ставьте лайк и делитесь этим роликом с тем, кому он будет также полезен. И помните, что не нужно откладывать на завтра вопрос, который можно задать сегодня.